Когда лечение затягивается на долгие месяцы и даже годы, эти рисунки помогают хотя бы немного отлечься от больничных стен. Художница Юлия Губернаторова занимается арт-реабилитацией детей, которые лечатся от онкологии. Девушка выкладывает онлайн-уроки и дает обратную связь маленьким пациентам. Чтобы не запачкать рисунок, можем поставить пальчик на мизинец, чтобы он дал нам дополнительную опору, а кисть свободно двигалась. Проект у Юлии родился во время пандемии, и тогда он не выходил за пределы края. Проект был спасением в период карантина, осенью и весной. Ведь зачастую в онкоотделении лежат дети с нулевым иммунитетом. Волонтерам просто нельзя к ним приходить. Недавно проект художницы выиграл в конкурсе президентских грантов. И это позволило расширить его на всю страну. Кстати, уже дома, в ремиссии, дети продолжают писать картины. Почему вот именно это хобби? Потому что спокойно. В пять лет я попал в больницу, мне было очень скучно. Но потом пришла Юля, спасительница, и научила меня рисовать. Архив вообще не любил рисовать, от слова совсем. Здесь пришла Юля и научила его рисовать. Он рисует дома, он рисует вообще всем. Особенно в последнее время он увлекся рисовать портреты. Именно карандашом. Это удивительно просто. Арт-терапия Юлии заинтересовала известные федеральные центры. Там уверены, что рисование помогает детям раскрыться и сделать пребывание в больнице хотя бы немного интереснее. На выздоровление, на восстановление влияет успешно, потому что это арт-терапия, которая прошла по многим вещам. То есть не только в восстановлении эмоционального стратуса, но и также для восстановления моторики, которая часто может страдать. В период после лечения, особенно после химиотерапии, очень многие участки головного мозга замедляют свою работу. И все, что направлено на развитие мелкой моторики, это все в первую очередь активирует центры головного мозга. А рисование – это напрямую. Это работа с кисточками, с карандашами, с красками. Это вот самый такой доступный инструмент. И просто с одной стороны простой, с другой стороны он просто богатейший. К сожалению, болезнь нельзя стереть ластиком. Но каждый штрих на бумаге уже в каком-то смысле путь к выздоровлению. И на этот путь встали уже больше тысячи маленьких пациентов по всей России, которые присоединились к проекту барнаульской художницы. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.